Доказательство нарушений мирных договоренностей со стороны украинских силовиков. По информации разведки ДНР, ударами по Донецку Киев отвлекает внимание от подготовки массированного наступления в новоазовском направлении. Все обломки Боинга, упавшего под Донецком в июле прошлого года, убраны с места катастрофы. Останки погибших отправлены в Нидерланды. Те места, где основные, где упал самолет, это два места, зачищены полностью. Лепен ей отец, но истина дороже. Французский национальный фронт приостановил членство в партии своего основателя, отца нынешнего лидера. Дочь Марин считает взгляды Жанна-Мари Лепена слишком уж радикальными. В Норвегии стремительный мангуст, в Эстонии – ёж. Войска НАТО начали масштабные учения с нечеловеческими названиями. На Красной площади состоялась репетиция наземной части Парада Победы. К ней было приковано внимание военных специалистов. Российская армия рассекретила новинки вооружения. Меньше минуты, чтобы рассмотреть в подсветке кривля танк Армата. Он до сих пор засекречен и сегодня впервые с техники сняли презентовую шапку. Это новости на пятом в студии Роман Кирюхин. Здравствуйте. Обстрелы жилых кварталов Донецка и окрестностей – это отвлекающий маневр украинских силовиков. Они развернули полномасштабные наступления в районе поселка Широкино и пытаются прорваться в Новоазовск. Об этом заявляют в штабе ополчения. Накануне бой возле Широкино длился несколько часов. Полторы тысячи пехотинцев с использованием гаубиц и минометов атаковали позиции ДНР. Самообороне удалось остановить наступление. Несмотря на такие откровенные провокации Киева, власти Новороссии не теряют надежды на мирное разрешение конфликта. Уже сегодня запланирована рабочая встреча участников трехсторонней контактной группы от Украины, России и Евросоюза. А завтра в Минске намечены переговоры с представителями ДНР и ЛНР. Ополченцы предоставят международным наблюдателям данные своей разведки, которые уже не просто говорят, а твердят об одном. Киев игнорирует мирные договоренности. Украинская техника перемещается вдоль линии соприкосновения. Военные концентрируют свои силы на Новоазовском направлении. А радиоперехваты свидетельствуют о страшном. Подразделения украинской армии или пытаются оказать моральное давление, или всерьез планируют захватить Донецк именно в канун 9 мая. Наш корреспондент Анатолий Майоров подготовил эксклюзивный материал с передовой. Я иду первый, за мной идет ЧК. Димит, ты за ЧК, потом идут ребята. Гай, ты замыкаешь. С утра стоит густой туман и ничего не происходит. Неприятное затишье перед важной разведывательной вылазкой к позициям противника. Те, кто уходит в это утро, о плохих приметах стараются не думать. В полной тишине каждый занимает свою голову, чем может. От крайнего поста разведгруппа вытягивается в линию. Три главных правила. Молчать, идти след в след и держать дистанцию 8 метров от впереди идущего. На подступах к лесополосе, которая негласно делит зону на свою и на чужую, тишину разрывают только птицы. По ночам на просторы этой зеленки выходит техника украинского нацбатальона. И прямой наводкой бьет через поле по позициям армии ДНР. Именно из-за соседства с националистами еще перед разведкой нас попросили снять все опознавательные знаки пресса. Если у вражеского снайпера будет выбор между журналистом и солдатом, он начнет с гражданского. В поле засохшего подсолнуха выясняем, незадолго до нас здесь прошли гости. Фугас может быть ловушкой или просто потерян разведгруппой нацбатальона. Шансы случайной встречи с ней 50 на 50. Шансы попасть под профилактический обстрел намного выше. Сколько взрывателей. Это что значит? Это значит, что это зеленка, это поле наши украинские друзья профилактически постоянно прочесывают. Грандометами, трубокамерными пулеметами. Профилактика. В сутки по несколько раз. На всякий случай. Что скрывают хозяева этих мест, становится ясно уже на подступах к позициям. Стратегическая высота нацгвардии. Вентиляционный ствол шахты. Так называемые глаза. Теперь без постовых. Учитывая, что прямо под вышкой стоят танки, их не видно за подсолнухом, противник не ушел. Он передвинул свои позиции. Важнейшая информация для разведки ДНР. Вполне возможно установлены какие-нибудь камеры. Но они, видимо, сменили свои глаза, да? У них нет позиционной высоты здесь. Пока миссия на них ляжет. Мы спокойно здесь ходить не сможем. В 600 метрах от меня через поле подсолнухов на одном из зданий развивается украинский влаг. Там стоит националистический батальон. Так вот, разведка армии выяснила, что с каждым днем националисты подползают все ближе и ближе к позициям республиканской квартиры. Количество окопов может меняться каждую ночь. Уже сегодня эти разведданные дополнят общую картину на передовой. В радиоперехватах бойцы украинских подразделений АУН и Галичина регулярно говорят о том, что отметят 9 мая своим парадом на главной площади Донецка. Все это можно было бы назвать больной фантазией националистов, если б не реальные факты, добытые разведгруппами армии ДНР. Я прекрасно знаю, что в том месте, где находятся эти позиции, у нас есть такое выражение. Глаза лучше посадить человека в зеленке, который зафиксирует любое передвижение и незаметно уйдет. И его трудно будет вычислить. То есть, если они роют такой окоп с таким укреплением и на такой близости от нас, соответственно, у них там что-то готовится. Они скапливаются, группируются как раз таки вот перед нами. А точнее, если взять вокруг нас. Да, Авдеевка – это крупный ЖД-узел, связующий, имеющий жидические значения. То есть, это коммуникация. Позиции 4-й роты – кость в горле ВСУ. Они держат важный участок дороги на Авдеевку, со стороны которой в минувшее воскресенье прошел сильнейший за последние два месяца артобстрел Донецка. Снаряды украинской армии разбили несколько жилых домов, школу разрушили водопровод. Учитывая информацию о готовящемся прорыве, агрессор, запугивая ночными артобстрелами, дает недобусмысленный сигнал простым дончанам – уходить из районов на городских окраинах. Почему европейские наблюдатели игнорируют все звенья одной логической цепи и хотя бы не вынесут предупреждения подконтрольным Киеву армейцам – уже никто не спрашивает. Главный сейчас вопрос – когда разведпрогнозы сбудутся, а сама разведка в этом квадрате потеряет всякий смысл. До войны здесь шла проверка и уничтожение боекомплекта. Это территория бывшего военного полигона украинской армии. Сейчас здесь стоит 4-я рота 5-го батальона Республиканской гвардии. С одной стороны, это секретная информация, с другой стороны, в ней уже нет никакой тайны. Дело в том, что все эти позиции есть на картах ВСУ и националистических батальонах. Фактически, это открытая мишень на передовой. В том числе поэтому на стенах здесь оставляют такие послания, чтобы в случае вероятного прорыва гости знали, что им делать на своих позициях. Анатолий Майоров, Денис Костюк, Татьяна Гагаринова и Алексей Красиков. Пятый канал из Донбасса. Миссия по поиску фрагментов тел погибших в авиакатастрофе под Донецком официально завершена. Все останки отправлены в Нидерланды. Об этом заявили в МЧС Донецкой Народной Республики. Теперь, по словам спасателей, на месте крушения малазийского Боинга уже ничто не напоминает о трагедии. Те места, где основные, где упал самолет, это два места, зачищены полностью. Эксперты на них отработали. Собрали за это все время 17,5 тонн фрагментов самолета и около 2500 фрагментов человеческих останков. Это кости, волосы. Боинг малазийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту было 298 человек. Все погибли. Расследование причин катастрофы продолжается до сих пор. Результаты упорно замалчиваются и Киевом, и Западом. Однако есть данные и доказательства того, что самолет был сбит вооруженными силами Украины. Лидер украинской радикальной партии Олег Лешко снова отличился. На этот раз его возмущение вызвало рекламный щит в Киеве, на котором была приклеена листовка «Я русский и этим горжусь». Лешко не смог пройти мимо. Вооружившись ножом, радикал долго соскребал надпись. Но, видимо, этого времени ему так и не хватило, чтобы вспомнить официальные данные, согласно которым русские после украинцев составляют наиболее многочисленную этническую группу населения Украины. Основатель Французского национального фронта Жан-Мари Лепен временно отстранен от деятельности в партии. Такое решение приняли на дисциплинарном заседании. Его накануне созвала дочь политика Марин Лепен. Ее возмутило поведение отца, который не раз позволял себе провокационное высказывание. Так он публично поддерживал единомышленников Гитлера, а газовые камеры и холокост называл обычной деталью истории. Объяснять свои слова перед однопартийцами Лепен отказался, заседание проигнорировал, но подчеркнул, что и без членства в партии продолжит свободно выражать свое мнение. Я всегда высказываю свободно, и некоторым это не нравится. Я не выступаю от лица никакой партии. Я говорил и буду говорить исключительно от своего имени. Также политик заявил, что не будет слушать критику со стороны дочери и даже не хочет, чтобы человек с его фамилией возглавлял национальный фронт. Он посоветовал Марине Лепен поскорее выйти замуж и сменить паспорт. Более того, основатель партии выразил готовность отречься от своей дочери. Войска НАТО начали показательное учение неподалеку от российских границ. Причем маневры одновременно стартовали в Прибалтике и в Скандинавии. Операцию «Шустрый мангуст» развернули у берегов Норвегии. Там силы Альянса отрабатывают поиски иностранных подлодок. Напомню, в последнее время скандинавские страны не раз заявляли, что вблизи полуострова якобы замечены российские субмарины. Но привести хоть одно доказательство ни шведские, ни норвежские военные так и не смогли. Теперь десятки кораблей и военных самолетов будут учиться охотиться за призраками. А в Эстонии стартует крупнейшая за всю историю этого государства маневры под названием «Ёж-2015». В них участвуют больше 13 тысяч солдат, приглашены американские и немецкие десантники. Маневры по стрельбе и маскировке пройдут в лесах по всей стране, а завершатся в ее северных районах прямо у границ с Россией. Минувшей ночью на Красной площади состоялась репетиция наземной части Парада Победы. Главными героями программы стали новейшие образцы военной техники. До сих пор их не показывали широкой публике, а при транспортировке многие детали укрывали брезентом. Но теперь новинки можно подробно рассмотреть и на параде, и в интернете. Минобороны на своем сайте опубликовала фотографии и техническое описание БТР «Бумеранг», самоходно-артиллерийской установки «Коалиция», БМП и БТР «Курганец-25», самоходного ракетного комплекса «Корнет-Д-1» и главные новинки БМП и танка «Армата». Дмитрий Кулько уже видел всю эту технику вживую. Говорит и показывает Красная площадь. Пока только для себя. Парад Победы. Точь в точь, только ночью. Отчего смотрится непривычно, но эффекта у него никак не отнять. Парадный кортеж, отражая не солнце, а холодные фонари, встречает многотысячное... Ура! Ура! Свои 350 шагов по брусчатке делают моряки, десантники, офицеры военно-воздушных сил и еще представители около десятка воинских формирований. Филигранно маршируют курсанты, в том числе нахимовцы из Севастополя. Выправка у всех уже идеальная. Дают о себе знать долгие, кропотливые тренировки в подмосковном Алабино, на плацу точной копии Красной площади. Преображенский полк образцово, звеня набойками на прямых ногах, выставляет линейных. А вот у парадного расчета из Сербии свой эталон. Наоборот, высоко тянут колено. Участники из десяти государств присоединились к Параду Победы. Особенно привлекают внимание индейцы своим фирменным размахом руки на 180 градусов. Для гостей и музыка специальная. Подготовили синий платочек, подмосковные вечера, Катюша. То есть все, что, как говорится, иностранные гости знают, вот они под это и ходят. Т-34-ки, отбившие Москву и став лучшими танками Второй мировой войны, по праву первыми почетно шевестят гусеницами. За ними трехкилометровая колонна рассекреченных премьер российской военной техники. Ажиотаж на трибунах на пике. На Красную площадь выезжает гвоздь юбилейного парада. Меньше минуты, чтобы рассмотреть в подсветке кривля танк Армата. Он до сих пор засекречен. И сегодня впервые с техники сняли презентовую шапку. Следить за скоростью и дистанцией во время марша экипажу проще, чем остальным. По экранам внутри бронированной капсулы. Она не просто практически неуязвима. Снаряд будет уничтожен еще на подлете. А сам Т-14, по словам конструкторов, способен пробить броню любого из современных танков. На рекордное расстояние он бьет и ракетами, и обычными снарядами. От такого зрелища и про холод, и про время суток забудешь. Какая-то такая обстановка, что не хочется спать. Армата понравилась. Танк большой, танк красивый. Видно, что он современный. Видно, что он другой, не такой, как Т-90. Видно, что это шаг в будущее. Но надеемся, что этот танк укрепит наши обороноспособности. Впервые в парадном строю новейшие бронетранспортеры и боевые машины пехоты. Гигант, установка коалиция СВ, вершина мировой артиллерии. После юбилейного парада победы славу знаменитого в России ракетного комплекса «Тополь-М» потеснит этот комплекс нового поколения. Ярс, боевой щит страны. Я поражена мощью нашей техники, нашей армии. У меня здесь сын идет. Радость, что есть, кому нас защитить. Мы можем спокойно жить, рожать детей, воспитывать. Эту настоящую музыку победы ни один оркестр лучше не отыграет. Марши затмевают чеканку и рычание моторов. Исполнение отрепетировано точно в ноты, разве что уши не закладывает от парада истребителей. На эту репетицию через всю Москву они не прилетели. Ночь все-таки. Но свои овации на Красной площади 150 самолетов и вертолетов получат на генеральном прогоне. И, конечно, 9 мая, выстроившись в небе цифрой 70. Дмитрий Кулько, Тимофей Проймин и Никита Сахалов. Пятый канал Москва. Красная площадь. Российские военные примут участие и в параде победы в Белоруссии. Накануне под Минском прошла совместная репетиция ВВС двух государств. Впервые Россия представит самолеты стратегической и дальней авиации. Это бомбардировщики Ту-95 и Ту-22. Всего в параде задействуют около 30 самолетов и 10 вертолетов. До 9 мая летчики проведут еще несколько тренировок. Им предстоит отработать взаимодействие с точностью до секунды. Российские военные будут участвовать и в наземной части парада. По Минску промаршируют 19 пеших расчетов и 24 расчета современной военной техники. Треть из которых будут представлять Вооруженные силы России. Лидеры западных стран, которые отказались приехать в Москву на торжества в честь 9 мая, совершают большую ошибку. Об этом пишет газета Financial Times. В редакционной статье под названием «Юбилейные послания от Запада России» издание отмечает, что дипломатическая напряженность омрачает большой праздник. А ведь именно в День Победы государства всего мира должны сплотиться, в том числе и для того, чтобы извлечь из Второй мировой исторические уроки. Газета особо отмечает вклад СССР в победу. Издание признает ведущую роль Советского Союза в битве с фашизмом. Кремль продолжает получать подтверждение участия в торжествах 9 мая. Визит в российскую столицу уже запланировали лидеры более чем 25 государств, в том числе Индии, Кубы и Венесуэлы. Тем удивительнее, что ряд руководителей европейских стран, которые 70 лет назад, собственно, и боролись с фашизмом, единым фронтом, сегодня задумываются о целесообразности отмечать этот праздник сообща. Виктор Черногус о причинах исторической амнезии, которая стала проявляться совсем недавно. Архивные кадры 2005 года. Юбилейный парад победы в Москве. На трибуне у Мавзолея канцлер Германии Шрёдер. Рядом президент Франции Ширак. По соседству премьер Италии Берлускони. На самом подсчетном месте, рядом с Владимиром Путиным, президент США Джордж Буш. Гости с замиранием сердца. Слушают команды тогдашнего министра обороны. Здравствуйте, товарищи. Поздравляю вас с 60-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Тогда западные лидеры много говорили о том, что именно советский солдат спас мир от нацизма, благодарили Россию за освобождение Европы, отдавали дань памяти павшим. Всего через 10 лет таких слов от лидеров тех же стран ждать уже не стоит. Вспоминать о роли СССР в победе над нацизмом стало не принято. Эксперты уверены, это не просто политическая лицемерие, а часть глобальной игры. Они склонны приписывать себе лавру победителей, они склонны возлагать ответственность на Советский Союз за развязывание Второй мировой войны, в том числе для того, чтобы скрыть собственную ответственность за потакание гитлерской агрессии. Все эти годы в Европе планомерно работали над тем, чтобы заставить своих граждан забыть историю. По последним данным соцопросов, только каждый восьмой житель ЕС помнит, кто сыграл решающую роль в освобождении Европы. Большинство же уверено, что главными победителями во Второй мировой стали Англия и США. Отказ приехать в Москву со стороны лидеров Запада в этом смысле не просто демонстрация недовольства политикой России. Это один из этапов в том коварном замысле по пересмотру истории, по пересмотру итогов Второй мировой войны, по принижению роли советского солдата, Советского Союза в победе над фашистской Германией. Впрочем, в Европе и сейчас достаточно политиков, которые не готовы забывать историю Второй мировой. Характерен пример президента Чехии. Сначала Милош Земан пообещал приехать 9 мая в Москву, но через несколько дней отказался от своих намерений. В том, кто убедил лидера Чехии, да и не его одного, проигнорировать парад победы, мало сомнений. Кто-то сам не хочет, допускаю, а кому-то не разрешают из Вашингтонского обкома, говорят, нельзя, они все раз и не поедут. Хотя многие хотят, это наш праздник. Мы отдаем дань уважения поколению победителей, как мы говорим. Мы делаем это для того, чтобы нынешнее поколение и в нашей стране, и за рубежом никогда об этом не забывали и не допускали ничего подобного в будущем. Тем не менее, в Москву тот же Милош Земан все же приедет в столицу. Он пробудет с 8 по 10 мая и поучаствует в ряде памятных мероприятий. Ту же позицию формально не посетив парад, все же приехать в Россию в канун юбилея победы выбрали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Беларуси Александр Лукашенко. В этом году, праздник 9 мая, это такой проверочный тест на отношение к России, на отношение к вкладу нашего народа в победу над Германией в 45-м году. Действительно приедут те, кто считает, что России нужно отдать должное. В общем списке тех стран, лидеры которых открыто готовы заявить о поддержке нашей страны и подняться на трибуну на Красной площади именно 9 мая. Почти три десятка государств. От Армении до Кубы и Венесуэлы. Европу представят президенты Сербии и Боснии. Приехать обещал и генеральный секретарь ООН Пан Гимун. Но главное, парад победы посетят лидеры Китая и Индии. Таким образом, как минимум треть населения планеты открыто выступила на стороне России. Западная Европа это просто ничто по сравнению с мировой цивилизацией. И она высокомерно претендует на то, чтобы определять, кто в изоляции, а кто нет. И именно эта высокомерие, отсутствие адекватного восприятия действительности и реальности, оценки, здравой оценки реальности, ставят Западную Европу и Западный мир в состоянии изгоев и помещают их в изоляцию. А значит, попытка международного бойкота нашей страны заранее обречена на провал. Впрочем, история давно показала, что происходит с теми, кто пытается диктовать России свои правила поведения. Ярче всего советские солдаты продемонстрировали это на том самом первом и самом важном параде победы. Виктор Ченогус, Дарья Пинчук и Мария Гордеева. Пятый канал. Сейчас реклама, после нее продолжим выпуск. Смотрите далее. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась выставка, посвященная 70-летию Победы. На ней представлены фотографии, как неизвестные широкой публике, так и ставшие символами военного времени. На мой взгляд, замечательная идея, чтобы на этой выставке были представлены фотографии героев Советского Союза и всех 15 республик. Пятый канал продолжает проект «Я помню, я горжусь». Наши корреспонденты рассказывают о собственных предках, которые сохранили для нас страну. Прадед Александр Литвиновый пережил немецкий плен, советский лагерь и смог вернуться домой, к родным. Из напоминания жизни моего прадеда осталось только вот это ореховое дерево. Он сам его сажал в 54-м году. Гуманитарные организации не могут работать в Йемене из-за авиаударов коалиции. В главном аэропорту страны, в городе Сания, разбомбили взлетно-посадочные полосы. Также уничтожен самолет, который должен был доставить гуманитарный груз в отдаленные районы страны. Новые партии медикаментов и продовольствия сейчас не принимают. Невозможно также провести эвакуацию раненых. ООН призвала Саудовскую Аравию и ее союзников прекратить наносить удары по воздушным гаваням. Напомню, арабская коалиция начала военную операцию 26 марта. Главная цель – уничтожить позиции мятежников-хуситов и вернуть власть президенту Йемена, который вынужден был бежать из страны. Однако снаряды летят и в жилые кварталы. Только по официальным данным, в результате бомбардировок погибли уже более 1200 мирных жителей, несколько тысяч ранены, десятки тысяч стали беженцами. Немецкие железнодорожники объявили об одной из самых продолжительных стачек в истории Германии. Они намерены бастовать до 10 мая. Накануне перестали ходить грузовые поезда, сегодня остановились и пассажирские. Очередной раунд переговоров с работодателем, железнодорожным концерном Deutsche Bahn, закончился неудачно. Концерн не хочет уступать требованиям машинистов на 5% повысить зарплаты и сократить рабочую неделю на час. Многие пассажиры к протесту относятся с пониманием, но транспортным проблемам никто не рад. В Тюменской области снесли памятник павшим героям Великой Отечественной войны. Местный житель купил землю для строительства дома и решил избавиться от Стеллы. И здесь возникают вопросы не только к этому конкретному человеку, как вообще мемориал попал в зону жилой застройки. Сейчас выясняет прокуратура и Александр Пугачев. Галина Гусева вспоминает, как еще школьницей возлагала цветы к этому сельскому мемориалу. А теперь от него остались одни развалины. Как и другие односельчане, она возмущена уничтожением памятника, которое произошло буквально на их глазах. Рабочие повалили 4-метровую Стеллу, разобрали ограду и начали ломать несущие конструкции. Памятник героям войны уничтожили за 3 недели до празднования 70-летия Победы. Это смотрелось как акт вандализма, потому что эту Стеллу роняли, она не хотела падать. Вы просто не застали, когда она здесь лежала, когда это все было разрушено. Очень страшно смотрелось. Мемориал простоял здесь 4 десятилетия. В 1973-м его установили на средства колхоза «Красное знамя». Памятное место по непонятной причине не было переведено в муниципальную собственность, поэтому денег на его содержание не поступало. В районном центре было, значит, решение, что демонтировать старые памятники. Но в прошлом году осенью мы не успели, снег рано выпал, поэтому получилось, что демонтировали сейчас. Буквально в 300 метрах от Старой Стеллы в Вележанах установили новый мемориал участникам Великой Отечественной войны. Вот только коренные жители поселка расставаться со старым памятником не желают. Говорят, слишком многое с ним связано. А участок под Старым мемориалом попал в зону жилой застройки. Районная администрация отдала его под индивидуальное строительство местному предпринимателю. Теперь там строят дом, в плане еще и большая детская площадка. У меня документы есть, и план, и межевание здесь, и уже разрешение вот на эту постройку, как бы все. Я считаю, что вот ничьей здесь вины нет. Просто вот когда сделали памятники, перенесли на новое место, нужно было сразу же демонтировать, убрать старые. Как только эта история попала в местные газеты, в село нагрянули сотрудники Тюменской прокуратуры и встали на сторону защитников мемориала. В настоящее время по результатам прокурорской проверки подготовлено заявление в суд об обязании администрации района принять меры по восстановлению памятника, принятие его в муниципальную собственность, обеспечение его в дальнейшем в сохранности и достойном состоянии. Стеллу глава сельской администрации увез на хранение и в скором времени обещает решить главный вопрос, где она будет установлена повторно. Плиты с именами сельчан, участников Великой Отечественной войны, уже перекочевали на новый монумент. Список был дополнен еще 20 фамилиями. Ответственности за то, что казенная равнодушие чиновников уже испортила праздник местным жителям, никто не понес. Александр Пугачев, Евгений Земляников, Владимир Кожанов, 5 канал, Тюменская область. В штаб-квартире Организации Объединенных Наций открылась фото-выставка, посвященная событиям Великой Отечественной войны. Инициаторами экспозиции выступили сразу несколько стран постсоветского пространства. Публике представили снимки, сделанные на местах боевой славы и в тылу. Среди самых известных, к примеру, знаменитая фотография знамя победы над Рейхстагом, а также кадры встречи советских и американских войск на Эльбе. Кроме того, на выставке можно увидеть портреты тех, кто приближал победу. По спреду Туркменистана принадлежит, на мой взгляд, замечательная идея, чтобы на этой выставке были представлены фотографии героев Советского Союза и всех 15 республик Советского Союза, которые, собственно, и завоевали эту победу. Вообще-то ориентирована выставка на солдата, на труженика, на простого человека, который вынес на себя все тяготы войны и добился победы. На поколение победителей наших отцов и дедов, матерей, которыми мы так гордимся. Сегодня в честь юбилея победы генеральный секретарь организации Панги Мун и дипломаты десятков стран посадят дерево мира и единства. Затем делегации проведут торжественное заседание. Стоит отметить, что и сама ООН в этом году отмечает юбилей. Этот международный институт был создан ровно 70 лет назад с единственной целью – предотвращать конфликты. Пятый канал продолжает проект «Я помню, я горжусь». Наши корреспонденты вспоминают историю своих собственных семей и выясняют потрясающие подробности о предках, которым выпало жить в годы войны и защищать страну. Оказалось, что узнать это несложно. Надо просто побеседовать с родителями, бабушками, дедушками, чтобы услышать то, о чем обычно скромно умалчивают, и сохранить это в памяти для будущих поколений. Александра Литвинова расскажет о прадеде, который смог вернуться из плена домой. Всю свою жизнь мой прадед провел в небольшом горнятском городке Новошахтинск под Ростовом-на-Дону. Вот здесь стояла его крохотная землянка. Мне даже однажды здесь довелось побывать еще при жизни дедушки Абрама. Правда, лет 10 назад его жилище снесли. А из напоминания жизни моего прадеда осталось только вот это ореховое дерево. Он сам его сажал в 54-м году. Моего прадеда нет с нами уже 13 лет. Утром 22 января 2002 года. Ему стало нехорошо, родные вызвали скорую, но дедушка со словами «Наверное, мне пора» ехать в больницу отказался. Вечером того же дня он тихо ушел из жизни. Надюша, привет! Я уже старый житель местный. Ты ж, Ацкий, их помнишь? Вот там как типа кухонька была, и они всегда с бабкой на лавочке, вот такой маленький был, с палочкой. Вот таким его и запомнили при жизни. Маленький, скромный, незаметный. О его тяжелой судьбе не то что соседи, родные знали очень мало. Дедушка Абрама в своем военном прошлом почти ничего не рассказывал. Ни на что не жаловался, никого не обвинял. Историю его войны мы собирали буквально по крупицам. Мне было около двух лет. И вот, ну, ушел и ушел, и потом ни письма, ничего не было с фронта. И как пропавший без вести. Пришла бумажка пропавшей без вести. Это было в мае 42-го. В это время прадед воевал под Харьковом. Был стрелком. В бою получил ранение в ключицу. Позже события тех дней назвали одним из крупных сражений Великой Отечественной. Второй Харьковской битвой. Тогда попытка стратегического наступления советских войск завершилась окружением и практически полным уничтожением наступающих сил Красной Армии. Мой прадед в этом кровавом побоище смог выжить сам и попытался уберечь от фашистских пуль своих сослуживцев. Гранат-то не было. Бросили их только с какими-то винтовочками, которые перезаряжаются одним патроном и на танке. И он говорит, может, это и плохо было, но я своим солдатам говорил, что прячьтесь. Выжили, но попали в плен. Три года дедушка Абрам провел в немецком плену в концлагере на севере Норвегии. Советские военно-пленные строили северную железную дорогу. Работа была тяжелой, но еще и тяжелее было не умереть от холода и голода. Помню, как прадед рассказывал, чтобы хоть как-то согреть себя, пленные прокладывали газеты между телом и одеждой. Гнали эшелонами нас, говорит, это. И вот, говорит, здесь было нечего. Идут, не вытерпливают, мышка, говорит, пробежит. Кинется кто на месте расстреляли. Или вот, говорит, летом растет все шето, а их по дороге ведут эшелоном. Значит, кто кинулся за этой листочком каким, расстреляли. Мой прадед смог пережить немецкий плен. Вместе с вестью о победе жена Абрама Митрофановича получила известие о том, что ее муж все-таки нашелся и скоро вернется домой. Но впереди было новое испытание. Прадед рассказывал, как после освобождения их выживших в немецком плену русских солдат посадили в поезд. Все очень ждали прибытия в Москву, но состав почему-то в столице не остановился и пошел дальше. Через несколько суток пути мой прадед узнал, что теперь он враг народа и должен отбывать наказание в сибирской ссылке. Своего родного отца моя бабушка впервые в жизни увидела только в 11 лет, когда после смерти Сталина была объявлена всеобщая амнистия. Прадед был полностью реабилитирован и даже в 1987 году, в год моего рождения, получил Орден Отечественной войны второй степени. Он обижался на свою страну? Нет, никогда. Вот, вы два голоса. Никогда. Как он радовался этой медали, которую ему принесли. Как он радовался, когда их официально реабилитировали. Он настолько вот воспрял духом. Мой прадед был горняком. Здесь, на шахте, закалялся его характер, который впоследствии, возможно, и помог ему выжить в немецком плену, вытерпеть унижения, холод, голод и тяжелые работы. Наконец, вернувшись домой, хоть и спустя 8 лет после победы, прадед снова пошел работать на шахту, а еще увлекся садоводством. На любимой даче он выращивал виноград, разрабатывал новые сорта слив и учил всему, что знал сам свою дочь. Сегодня бабушкин огород можно назвать образцовым, а праправнук Абрама Митрофановича, маленький Андрей, уже ждет нового урожая. Шацких Абрам Митрофанович. Я помню, я горжусь. Такие новости. Это была программа «Сейчас» и Роман Кирюхен. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова